В Улан-Удэ волонтеры начали посадку аллеи известной общественницы Ржены Будаевой. Акция проходит у дома колясочников на улице Жердева, 44. В ней принимают участие инвалиды-колясочники, студенты, школьники, родные и близкие Ржены. Аллею будут сажать в течение недели ежедневно с 14 до 19.00. Организаторы призывают присоединиться к ним всех горожан. Телефон для справок 8 914 980 63 31. В Улан-Удэ скончалась школьница, жертва воскресного ДТП в Сотниково с пятью пострадавшими, сообщает Байкал-Дели. ДТП с пятью пострадавшими произошло вечером 13 апреля. Четыре студента и девятиклассница возвращались в Улан-Удэ с отдыха на Байкале. В поселке Сотниково водитель не справился с управлением и врезался в остановку. Состояние четырех молодых людей сейчас опасения у врачей не вызывают. 29 апреля в родительский день работа общественного транспорта в Улан-Удэ будет усилена. В столице Бурятии запустят несколько дополнительных автобусных маршрутов. Все автобусы по ним будут оснащены информационными табличками кладбища, сообщает Улан-Медиа со ссылкой на управление транспорта и связи Улан-Удэ. Делегация Республики Крым приехала сегодня в Улан-Удэ. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын встретился с министром экономики нового субъекта Российской Федерации Светланы Верба. Между регионами уже достигнуты некоторые договоренности. В частности, крымчане будут поставлять в Бурятию вино, овощи, шерсть. Обратно же вагоны пойдут с гофротарой и текстилем. Возможно и появление в Крыму центра восточной медицины, сообщает Крым.